Поехали! Поехали! Давай, давай! Все, свободен! Давай, возвращайся! Карлос! Карлос, иди сюда! Куда ты прыгать собрался? Давай, садись, отдохни! Давай, давай! Оп! Молодец! На днях был очень сильный ветер, много деревьев повалило. Вот такие замечательные дубочки. Отличный, конечно, стройматериал. Все, готов! Пошли дальше! Да, да, побежали! Погнали! Что там? Нашел кого-то? Еще один завал! Да, да, да! Мы знаем, что ты любишь по деревьям полазать. Дай, я перешагну! Дай, я перешагну! Опа! Догоняй! Лес стал полностью голый и прозрачный. Я думал, теперь буду встречать больше диких животных, потому что можно видеть намного дальше. Но нет! Они видят меня намного раньше, поэтому в этот раз пока никого и не встретил. Карлос, правда, кого-то обгабкивал, но недолго. Какая-то новая мошкара очень сильно донимает. Видимо, у нее сейчас никаких активностей. Нет, ни комаров, ни воводов, ни мошкары других. Сегодня я пошел самой верхней дорогой и по пути обнаружил пару бревнышек, которые заготавливал еще два года назад. И как-то они у меня потерялись. Надо будет принести хороший ровный дубочек. Да, Карлос? Полазь по дубочку, полазь. Давай, походи. Давай, пройдись. Пройдись по бревнышку. Вот мы и на месте. Елочка вроде бы в порядке. Да, сильнее зажгало. Порядок. Никто не спал на твоем месте. А? Ты дома кушал. С утра. Иди гуляй. Иди гуляй. На охоту иди. Он ничего развавкался. Пойдем на речку сходим. Пойдем. Да, побежали. Не туда. Водички добавилось на этот раз. Немного. Прозрачная уже. Цвести перестала. Зелени, как и не бывало. Можно теперь чайок заваривать. И готовить на этой воде. Пойдем, Карлос. Сколько тебя ждать? Догонять. Друзья, всех приветствую на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Карлосом совсем недавно добрались до места. Он, как обычно, по дороге набегался и отдыхает в землянке. Ну, а я первым делом хочу найти место, куда пересадить эту елочку. Я знаю, что это сосна. Многие в комментариях меня поправляли. Но я думаю, что любое дерево, которое мы хотим украсить к Новому году, будь то ель, сосна или яблоня с грушей, все равно его называют новогодней елкой. Много комментариев было с советами по моей просьбе, как правильно ее посадить, чтобы она прижилась. В основном были такие достаточно простые советы, что, мол, приживется она где угодно. Но некоторые были более развернутые ответы, что надо садить по сторонам света, как она была выкопана, чтобы также и посадить ее на новом месте. Но я не знаю, как она была выкопана. Есть лишь подозрение, что на север у нее менее густые ветки будут. В общем, решил я посадить ее недалеко от землянки. Вот и Карлос проснулся. Выспался, Карлсон? Что-то ты сонный еще. Ну да, все правильно. Пойдем посмотрим место для елки. Карлсончик. В общем, решил я ее посадить недалеко от землянки, чтобы она постоянно радовала глаз. Особенно в новогодние праздники. Сейчас покажу где. Очень надеюсь, что она все-таки там приживется. Этот завал я все равно планирую порезать на дрова. И здесь будет более-менее расчищенное место. И она будет не в самом овраге, где может быть сильно много влаги. А вот наверху оврага. Так, чтобы не на верхней тропинке. Ну в общем, думаю это будет хорошее место для нее. По дороге сюда донимали какие-то странные мошки. А вот она попалась. Я таких раньше и не видел. Какой-то смесь паука или клеща с мухой. Такое непонятное создание. Но очень они цепкие такие. И приставучие. Вот такой у меня скарб. Это все, что я сегодня с собой принес. Здесь у меня есть дежурная старенькая лопатка. Которая постоянно находится в землянке. Сейчас подрежу поломанную рукоятку. Займусь посадкой елки. Сосны, извините. Займиком серийный партовалет. Займиком серийный партнер ромат. Займ Shop Б Spot Я так столнюю. На 앞에 пер próтало. Продолжение следует... Вот немного расчистил место для посадки, это позже порежу и вот немного уже нарезал дровишек, а сейчас займусь елочкой. Продолжение следует... Немного золы из печки по рекомендациям, может быть и листва как органика тоже не помешает, я думаю. Так, север там, буду туда направлять самыми непушистыми веточками. Продолжение следует... Ну что, вроде все, интересно как понять прижилась она или нет, наш дом у многих по полгода может стоять после нового года и вся зеленая до сих пор, буду надеяться. Наберу водички, полить деревце, почва хоть и влажная, но я думаю, что не помешает. Что карсончик, выспался уже? Стой, догоню, догоню! В прошлый раз пытался ловить окунь на отводной поводок, но не увидел ни единой поклевки. В этот раз сделал фидер и прикормку. Попробую половить плотву или еще. Попробую половить плотву или еще. Были сильные дожди, почва влажная, думаю на сегодня хватит воды, а завтра полью еще. День уже короткий, скоро будет темнеть, но хочу сегодня хотя бы успеть закормить рыбку, а завтра с утра уже половить. Половить Продолжение следует... 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 Карлос клюет? Рыбка клюет? Кушать пойдем? Ням-ням, пошли. Закормил, забросил наживку, посидел, наверное, минут сорок, совсем не клевало, и я посидел, и Карлос посидел, говорит, пойдем уже готовить ужин, не клюет, идем, Карлос в обход, у него там своя тропинка, давай вперед, внутри гонки, давай, давай, вперед, вперед, дровишки порезал, аккумулятор еще первый, даже не разрядился, елочка растет, уже по-моему подросла немного. Печка пока не разгорелась, поэтому дымит, когда разгорается дыма вообще нет. Нашел тут у меня грибы растут прямо в доме, какой-то съедобный, вроде кто-то его подъел. На бревне был какой-то гриб, или не знаю, что это, такая пыль. Ну все, можно переобуваться в домашнюю обувь. Чайник уже закипел, я хотел приготовить себе фасоль с овощами, с лучком, с морковкой, а Карлосу дать мясную консерву. Ну, если он отвернется, может быть ложечку у него тоже конфисковать. Что-то так жарко тут, я уже разделся все кофты, куртки, поснимал, накочегарил. Неохота уже готовить, буду сегодня на разгрузочной диете, разгрузочный день будет, а Карлосу отдам всю банку. Завтра посмотрю, может быть, приготовлю себе фасольку без мяса. А на сегодня чайок и отдыхать. Спокойно, Карлсончик, спокойно. Ты что-то унюхал? Ужин. Ужин подан. Будьте любезны. Не спеши. Да, за тобой не успеешь. Ложечку оставить. Да, вот припали сейчас. Все. На здоровье. Нос спалишь. Хватит. Иди отдыхай. Ложись. Так, молодец. Да, вот такие вот дела. Постепенно проседает, проседает. Завтра нужно будет попытаться как-то еще укрепить. Карлос наелся и уже на своем месте потихоньку посапывает. А я буду отвечать на ваши комментарии. Может быть, кто-то увидит свои. Вот. И буду отдыхать. В общем, встретимся утром. Я только заснул и услышал странные звуки. Включил свет. Карлос добрался до банки и давая ее гонять по всему, по всей землянке. Карлос, такой маленький. А ешь, как бегемот. Хорош, давай спать иди уже. Все, укладывайся и чтоб до утра ни звука. Понял меня? Молодец. Я заодно еще по ленце подброшу в печку. Карлос, больше тебя на ночь кормить не буду, понял? Я заодно еще раз меня разбудишь. Давай быстро. Карлос, давай заходи. Черт, быстро спать. Бегом на место. Давай на место. Карлос, на место. Все. Спокойной ночи. Надеюсь, это последний раз. Очередной раз Карлос просит, уже надоел, как светло сегодня ночью. А где-то он сквозанул, наверное, по-большому побежал. Карлос. Вот такой здоровенный пенечек затолкал, думаю, до утра уже точно хватит. Да, Карлос? Спать быстро. Запитывай, yay! В принципе тепло, сейчас посмотрю сколько градусов. 18 градусов, через час где-то будет расцветать. Подкину, чтобы чайник потом можно было разогреть из-за того, что холодно. Еще часа полтора до рассвета, поваляюсь еще. Как-то не сильно выспался. Печь разгорелась, я поставил чайник. Наверное я уже не буду спать, потому что если засну, то могу проспать рыбалку. Да, еще у меня оказия случилась, лампочка полностью разрядилась и выключилась. Я думал, что она будет светить вечно и уже в третий поход ее не заряжал почему-то, ну просто забыл. Поэтому подключил от пауэрбанка, вроде все хорошо работает. Пойдем, пойдем воскатую. На улице уже совсем светло. Попробую половить. Вчера немного прикормил, сегодня продолжил. Когда у тебя запасы кончатся, всю ночь бегал и сейчас бегаешь. Давай-давай вперед. Не хочет прыгать. прохладно, но льда еще нет. Ну вот первая рыбешка немного обнадежила. Небольшая густерка клюнула. Правда я поклевки не видел, выматывал, чтобы перезабросить снасть. Она там уже висела. Рыбачок, креет у тебя? Иди греться в землянку. Давай бегом. Рыбалов. Легом землянку, пошли. Идем. Пойдем. Вот и на спиннинг поклевочка. Я уже не знал как оправдываться перед Найком и Тимофеем, принеся им домой одну рыбешку на двоих. Сейчас на спиннинг клюнул еще один окунек. Так что уже хотя бы по одной. Ты что птичка? Че туда залез? Там теплее, ближе к солнышку. Иди греться. Иди в домик. Пойдем, говорю. Сюда. Давай. Пойдем скорей. Пойдем. 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 Продолжение следует... Вот и весь мой улов на сегодня. Даже страшно подумать, как отреагируют коты на это. Нужно будет на всякий случай спрятать свои домашние тапочки. На курорт летят, наверное. Еще одна партия. И еще. Да, рыбалка что-то не задалась. В этих местах обычно в конце осени не очень хорошо клюет, потому что русло далековато. Я до него не добрасываю. А рыба уходит на ямы. Сейчас наберу воды, полью елку, несмотря на то, что это сосна. И потом займусь подпорками для домика. Хочу сделать вот здесь, вырыть канавку. Вот так. Тепло не выпускай, Карлос. Так вот, хочу вырыть здесь канавку, непараллельную в этой стене, для того, чтобы туда вкопать, вложить бревно. И за счет того, что непараллельно, я смогу расклинить, хорошенько туда надавить, и потом еще одним колышком все это дело зафиксировать. Что там, все в порядке? Ты на страже? Охраняй. Ну что, палил? Еще разочек полью уже перед самым уходом. Остался хороший столбик от моего рыболовного мостика. Такой крепенький. Буду его использовать. Ну вот, первый аккумулятор закончился. Моего рыболовного мостика. Ну плавают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В комментариях мне рекомендовали зацепить тросом за дерево и тем самым укрепить всю эту конструкцию. Дерево есть, троса нет. Да и тут я не совсем понимаю, за что можно зацепить, чтобы оно не развалилось. Тут можно сказать, что вся конструкция держится на пене и немного на проволоке. Больше никакого крепежа здесь и нет. Поэтому пока так. А там видно будет. Надеюсь, до весны достоит. А там, даст Бог, начну переделывать. Есть интересная задумка, как это все сделать. Погода сегодня замечательная. На солнышке тепло. Ветра нет. А когда поработаешь, так вообще жарко. Карлос всю ночь не давал мне спать. А теперь сам отсыпается. Храпака дает. Сарделька. Да нет, не сарделька, редиска. Разбудить его, что ли? Ладно, пусть спит. Пойду подрежу дровишек и заодно расчищу завал возле елочки. Ну вот будут тонкие дровишки для растопки. Готовить есть сегодня тоже не буду. Я решил сделать неприкосновенный запас провизии, воды, дровишек. Чтобы потом можно было прийти на недельку и не волноваться, что чего-то не хватает. Потому что аккумуляторов мне явно не хватит на неделю, чтобы запастись дров. А так я постепенно заготовлю. И когда будет достаточное количество, и дай Бог, со здоровьем все в порядке, то приду как минимум на недельку, а там видно будет. Ну что, по-моему, я выбрал неплохое место для елочки, которая сосна. Солнце на нее попадает. Я ее еще раз палил. Думаю, приживется и будет расти. А на этом буду с вами прощаться. Всем мира, добра и до встречи в следующих видео. Иду будить Карлоса и будем собираться в обратный путь. Карлос, Карлос, просыпайся. Карлос, выходи. Соня. Давай, рюкзак собрал. Пять минут на сборы. Я понял, ты уже готов. Сейчас и я соберусь. Двери специально сегодня не подпиливал, чтобы они тоже хоть какую-то нагрузку несли, хоть небольшую, чтобы меньше просаживалось. Пять минут на сборы. Пойдем наверх, Карлос. Прикормка для рыбы еще осталась. Я ее забрал с собой, жалко было выбрасывать. Думаю, может быть, вырвусь дома там по-местному. Я знаю, на речке неплохое место, где можно и в такую позднюю пору половить мелкую рыбку, а заодно и забросить на щуку, на живца. Так что, Найк не сильно будет ругаться, я думаю. Вот только такие грибочки попадаются. Отошел от землянки пару километров и вспомнил, что забыл Карлоса поводок. Возвращаться совсем не хочется. Будет теперь проблематично идти с ним без поводка через поселок. Не туда, на ту горку. Что ты, рыбу будешь есть, Карлос? Найки, Тёма. Найки. Рыжий, наглый, забрал густерку. А Найку колючих. Найк, дай ему, а. Наглой рыжей морде. Одной и второй. Отбирай, Найка. Ну вот. Ничего, я тебе завтра пронесу побольше. Плотвичек, как ты любишь. Убираем. 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 Продолжение следует...